В продолжении темы разговор с нашим гостем, вице-мэром Таллина Вадимом Белобровцевым о том, как же все-таки складывается школьная жизнь на этой и предстоящей неделях. Добрый вечер. Добрый вечер. Вадим, было очень много противоречивой информации, то внеплановые каникулы, то дистанционка. Как же с сегодняшнего дня ребята учатся? Вы совершенно правы, у нас на прошлой неделе правительство очень быстро меняло свое мнение и давало такие немножко противоречивые сигналы, которые можно было трактовать самым разным образом. В итоге Таллин обратился к правительству с просьбой начать школьные каникулы раньше, не с 23 декабря, как это было запланировано, например, с 14 или с 16 декабря, но в итоге правительство заявило, что нет, это не каникулы, но это и не дистанционное обучение, поэтому дети просто не будут ходить в школу, но в то же время учеба как бы продолжается. В итоге у нас уже директора школ стали мало что понимать в этой ситуации, как правильно вообще устраивать этот учебный процесс в эти последние дни перед каникулами. И тогда мы решили таким образом, что у нас дистанционное обучение сохранится на гимназической ступени, на которой оно уже в принципе несколько недель работает. Что касается остальных классов, то они будут дома, будут учиться более творчески, им будут давать такие творческие задания, которые, может быть, оцениваться, будут тоже более творчески. И, соответственно, вот до каникул 23 декабря будет такой режим. Кроме того, мы, естественно, понимаем, что, скажем, самая первая школьная ступень, начальная школа, это ситуация, при которой, если дети остаются дома, то родителям, как правило, приходится оставаться вместе с ними. Далеко не все могут себе это позволить, люди ходят на работу, им, соответственно, нужно, чтобы с детьми кто-то сидел, либо им приходится тогда брать, я не знаю, вынужденный отпуск, например, на работе, чего, наверное, они делать не планировали. И поэтому, несмотря на то, что правительство изначально говорило о том, что и министр образования так же, что никто не будет трогать вот начальную школу, там первые классы, в итоге все-таки это произошло, было сказано, что в школу никто не должен ходить. Но, тем не менее, мы в Таллине решили, что, если у родителей появляется такая необходимость, они своих детей, которые ходят в первые, вторые и третьи классы, могут с утра в 8-9 часов, в зависимости от школы, приводить в школу на так называемую группу продленного дня, и детьми там будут заниматься до 2-х часов дня в любом случае. Будем надеяться, что эта мера, в общем-то, поможет родителям, для которых оставить ребенка дома не с кем, или самим остаться с ребенком сейчас не вариант. И Таллин подстраховал, проще говоря? Таллин, да, решил помочь немножко родителям детей, которые ходят в начальные классы наших школ. И, как показывает сегодняшний день, например, предварительная статистика говорит о том, что более 300 детей у нас в школы пришли. С одной стороны, если взглянуть на общее количество детей, которые у нас входят в первые, вторые, третьи классы, то их более 10 тысяч, то есть вроде как бы и немного. Но, с другой стороны, во-первых, это только первый день, еще не до всех дошла информация. Во-вторых, я думаю, что те родители, которые смогли в итоге поехать на работу, смогли оставить детей в школе, для них это хорошее подспорье. И мне кажется, что это число в последующие дни вырастет. Спасибо большое. Благодарю. Напомню, что гостем студии сегодня был Вадим Белобровцев, вице-мортально.